все верну возвращаюсь задержка ребят скоро меня услышите точнее в данный момент вы уже меня слышите так репак с этого sgl ладно потом все удалю если не вообще только позавтракал поэтому нужно было отойти вот и переименовываю стрим короче и и и и и и и СССР готов! СССР готов! СССР готов! И ни хрена не переименовать! СССР готов! СССР готов! СССР готов! Ну всё, ребят! Бо-7! Ютермал выходит первым у ликвидов, и это такой бык, я бы сказал, которого вообще завалить бы, конечно бы, каскадом бы. Вот, если Аверс его завалит, то он маленькое чудо, конечно же, сделает, потому что Ютермала вообще тяжело сейчас удалить, он очень крут в последнее время. Ну вот. Погнали, короче. Погнали, короче. Чего? Продолжение следует... 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 Ну что, минус марики Здесь два танка Короче, сейчас что будет происходить Ютермал будет пытаться шатать, естественно Аверсу нужно выстроить Оборону таким образом, чтобы он смог Отбить свою третью базу Без этого никак Минку успел увезти Молодец Залп по Ревену неприятно для Ревена Вообще Еще и минка уходит Танчики Аверс пускает, а викингов возвращает сюда Понимает положение, где Ютермал Находится в войске Два танка всего Это мало реально С двумя танками можно просто не отбиться Здесь будет викингов уже у Аверса Реально много Ютермал меняет Направление движения Сейчас ударит на вторую базу И Аверс что-то не особо-то готов Танки нам увидят, не сижатся Плюс четыре танка здесь еще есть У Ютермала танков больше, чем у Аверса Хотя, вроде в мех играет Аверс Пять даже танков Заходит Ютермал Начинает шатать Викинги летят как на мариков Хотя в медиваке плывал бы Аверс Я не знаю Еще бред Что-то творится Что называется Пришел и убил Ютермал Просто сейчас К медивакам дал улететь С СС-чика если упадет Катастрофа С СС-чика пока не падает Но все плохо КСН-ки зато отдаются Танк достает до танка Аверса просто Ютермал складывается вперед Идет все, один танк Викинги хватает Соседи ГГАверс пишет 1-0 Ютермал Кто дальше? Соседи ГГАверс пишет Соседи ГГАверс пишет Так, ну что Вижу Касса Вижу Братка Вижу Минато Я не знаю Кто там выйдет Сейчас против Ютермала Но очевидно Что он Наверное ТВТ Надо против него выпускать Соседи ГГАверс пишет Так, Паша, браток, следующий у нас оказывается Так, пошел инвайт от Варди Отлично Соседи ГГАверс пишет 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 Ну что, Ютермо против братка, поехали. 1-0 ведёт он, вот. Вторая игра, Клан Вар продолжается. Варди Тим Лига у нас сегодня, как говорится. Не как говорится, она есть. Гуф УСК сегодня ещё, смотрю, зоопоинты будет. На Гуф УСК я хз. Что там у нас? Сейчас посмотрим, что там за состав будет. Или там наша играть вообще. Имеет ли смысл смотреть. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Нет, так нет. Там уже по обстоятельствам это всё видно будет. После СГЭЛа все ушли куда-то. Улучшение завершено. Так, ну Паша Рипер реактор. Здесь Рипер, который вперёд летит. Второго Рипера строит Ютермал. Ага, это Рипера и Гелики. Но учитывая стенку, всё нормально у Паши. Здесь будет, ничего не произойдёт. Страшно. И Факта явно под реактор строится. Сейчас Барак улетит. Какой-нибудь Факта взлетит. И начнётся продакшн Гелика. В Старпорт сразу пошёл у Паши. Так, садится Факта. Надо два Гелика сразу же заказывать. Они заказаны. Здесь что уже? А, это Гелик и Рипер. Нормально, в принципе. Сейчас выйдут два первых Гелика у Паша. Лава под Старпорт. Начинаются косяки жёсткие. Как же повезло этому Гелиону, что он вообще выжил. Его надо вычинить по-любому сейчас. Старпорт на Лаву. Барак перелетает. Паши вычинят. Циклон пошёл. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, туда-сюда летает, летает. Браток меняется, меняется. Вроде наменялся, всё нормально. Здесь танчиком прессинг от Ютермала идёт, смотрите. И браток таким образом сейчас находится своими юнитами, что ему тяжело будет отбить этот прессинг. Вот чём прикол. Викингам надо выпиливать и циклонами подъезжать, просто стараться драться нормально сейчас. Танк-залфа-мариком делает 2 депошечки уже и минус. Короче, как-то всё печально у братка, что он ездит вперёд. Почему он боится? Ну, ломится-то сейчас. Пошла атака. Автотурель на лоу-граунд. Там браток впиливает, циклоном танк выпиливает. Сейчас здесь циклончиком разбирает. Викинг-медивак минусует. Браток отбивается. Нормально всё у него, в принципе, сейчас по ситуации, по экономической. И третья цеха строится вовсю. Правда, уже летит банша от Ютермала. А у Паши нету даже инженерки. У него есть правда Рэйвен, он на Рэйвена рассчитывает. Блин, ну вот на Рэйвена рассчитывать как бы во все направления не отобьёшь. Так, одна банша около второй базы. Браток выкидывал там мулов очень много. Две плюс инженерки. Треть с цеха доделывается. Туретки в тайминговые запилить. Ну вот что мешает сейчас? Надо пилить туреточки, Паша. Он не пилит ничего пока. Плюс два барака добавляется. Так, ещё там маленькие везде летают. Банша плюс ещё летает. Сейчас это будет залетать тоже. Короче, Ютермал с двух сторон собирается ворваться. Это опасно, крайне опасно. Нужно напилить туреток просто. Есть инженерка, а туретки не делаются. Ну почему? Так, всё, банша на второй залетает. А второй просто катастрофа. Здесь банша спокойно улетает. Ютермал пытается сныкаться. Там надо КСН-кой уводить. Браток мимо летит. Банша вон вообще улетела под вторую базу. Надо её поймать к мужу быстрее. Сейчас поймает её, браток, скорее всего. Это поймал, сбила. Вторая здесь унижает просто. Ну что? Мешает? Блин, как я ненавижу, когда тираны не ставят туреток и бункеров там вовремя не делают. Это же просто дичь какая-то. Ну почему не запилить нормальную тайминговую сраную туретку? Которая, ну есть же инженерки. Зачем рассчитывать, что везде всё отобьётся? Улучшение завершено. Так. 85, 101 по лимиту. Улучшение завершено. Так, у термала 2-2. У Паш пока 2-2 нет. Ну в принципе пока он жив, это хорошо. Там щиты пошли, ё-моё, там всего дофига. Есть и армори, есть ресурсов. До хрена вообще. Почему Паша втыкает сейчас? Ну, занят где-то он более, ну там, важным каким-то по умению, видимо, контролем. Сколько автодепоев, ой, сколько соплаев-то накидал, экстрасоплаев. Паш, так это вообще же ресурсов миллион. А вот, наконец, все грейды пошли. Не заказано ничего было. Нужно ли выход сейчас сделать? Ой, термала щиты скоро будут готовы. О, 4 медиа... Ой, какой дробь гигантский планируется. О, 4 медиа... Очень печально, короче. Жестко этот дробь заходит от ветермала. Паша, ты что сделать пока не можешь? Щитов нету. Сейчас еще 2-2, ой, сейчас еще 2-2, через 20 секунд будет. Вообще жесть, короче. Су-28, 162. Короче, это катастрофа для братка. Это катастрофа для братка. Выбита база. Ничего не сделать. Минус район, минус бикинг. Паша, тем паче... Ой, как маленький со щитами еще. Даже вот это! Три танка так хорошо стоят. Вообще разнесены. Сплэш от них очень жесткий будет. У Паша нет щитов. Он делает выход. Сейчас напорится на 2-2. Просто ветермаловские грейды. Это будет ГГ. Сейчас прям очень-очень скоро, я так понимаю. Так, сидится танки. Ретермал выпиливает. Просто фланг. Ну, ветермал силен. Ретермал силен. Здесь даже у меня претензий к вашей нет. Не так просто его взять и вынести. Сейчас вот ветермала прямо. Но на самом деле... Вот если Пашка смотрит реплей, то он поймет, что пару ошибок зарешало. Просто парочка ошибок. Но так всегда и бывает на самом деле. Что и говорить-то тут. Так всегда и бывает, ребят. Кто следующий? Касмината там есть у нас. Касмината. А, конечно. На самом деле. Да. С А, конечно. Так, чайку налить пока, что тут говорится. Ждём пока решат, кто следующий. Ну, я не знаю, Мината, либо Каса следующего выставит, кого. Я думаю, у Каса... Кас побеждал братка ТВТ, Каса сейчас посильнее, мне кажется, немножечко на данный момент. И я думаю, у него шансов больше всего. А ТВЗ у Ютермала просто дикая, поэтому как там Минат с ним отыграет. Вопрос хороший, сейчас я вернусь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 короче чай еще на пару минут выключу микрофон пару пирожных съем облизываешься ну ждем кто следующего минато минато и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, все, вернулся к вам Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот, вот Зерги, обратите внимание Я ни одного корейца даже пока не видел Вот как грамотно, я вам скажу Хорошо, минус дробчик, неплохо Вот как грамотно Криптумор один Особенно, когда, может быть, не в самом начале Но это очень важно Так, где либератор стеблет Здесь на второй базе Стебает либератор Пурабам Так, трансы заходят, королевы Все, Мината убивает Все, вроде как четвертая хата Просто один криптумор запилите И вокруг по периметру мейна обнесите Смотрите, во-первых, все крипи Вижен есть хороший, да там овероспереди висят Но все быстро бегает, все замечательно Вообще, как бы Понимаю, стринг-то идет или нет вообще Разработка завершена Кому навешать Все это лежит, что ли? До новенького СССР готов СССР готов Бегом Так, есть попытки Хараса от Мината идут. Не, пока стрим идёт, но я чё-то не могу, вот, нафиг и идёт, а НГГ развалился чё-то, а вот и поднялся, всё нормально, ребят, короче, аккуратней с обновлениями, из-за того, что проблемы на гейме сейчас присутствуют определённые, Минатыч пытается отбиться, везде вроде как отбивается, но на мэйне в триёма. Неужели пару бэйнов, блин, на мэйне не оставить? У этого Ютермала ещё даже нету щитов на мариках. Третью передрог. Врывается Минат, Марика, вот ток-ток щиты доделась, без бэйнов Минат приходит, провал полный, залп по лингам, уходит сейчас Ютермал, по лимиту сразу же просто гигантский провал происходит для Мината сейчас. Везде здесь минки по мэйну расположены, блин, здесь лингами не отбиться, 9 дронов уничтожено. Всё было хорошо до того, как в момент, как Ютермал начал шатать, я со своим диким мультитаском он просто зашатал. Сейчас Мината. Все армии из микозов миллион выкинуто, даже мэйн не отбить, а здесь третий. Короче, не справится никому, выходит последнее оружие каскада. Касс, я думаю, сейчас будет биться. Вот. 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 Продолжение следует... 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 Ребят... Продолжение следует... 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 извиняюсь что-то пришло хорошо сзади не порвалась прямо давление большое создалось я бы сказал а Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, риперочка летит вперед у термала Второго не делается, как он с братком делал Потому что это не риперы, гелики Это марики после рипера И после факты Старпорт пошел Ну, касса сверхранняя Старпорт на сверхранней лабе Получается, если уже прямо на лабе строится Но старпорт почему-то позже, правда, чем у термала Так, рипер на ксел нагу летит Ютермал гранату кидает Давайте сейчас еще рипера кассу заберет на халяву Как четко ютермал гранату кидает? Я смотрю просто и удивляюсь вообще этому всему делу Вот, гелик на халяву пытается прорваться в это время Ютермал, кассовский заезжает на мейн просто в наглую Тут три марика стоят, касса едет вперед Опа, видит все Но нужно ли отдавать геликой этого бого кассу? Ну, ксм-ку, правда, забрел И продай, может, лыжнёс-ка Касс мат и аллкил сделает Я думаю, что у него больше всего шансов ютермала развалить На кассу первому было выставлять, как мне кажется А там бы, ну, просто, понятно, в ликвиде там не один ютермал Там снуд, ТВО и вообще много-много джейсонов есть Всяких жастенов, я имею в виду Но Еще рипер на халяву на мейн залетит Прям бандшу спалил Ну, рипера сдули быстренько, как воздушный шарик Пацаны с автоматами и сама бандша Вот, касс летит вперед Здесь тоже бандша, смотрите, они встретятся сейчас в центре Нужно мариками прикрывать свой мейн сейчас кассу ютермала Мариков больше, кстати говоря Сейчас будет многое зависеть от контроля бандши сейчас реально И так, здесь туретка пошла, ютермала нет пока туретки Касса цех оставит с другой стороны Вот ютермал начинает контролить на инвизе бандша Здесь касс залетает на мейн, касс уходи, касс уходи Как же касс долго уходит Ютермал уже четвертую ксмку разваливает Бандша под туретку подставляется Не умудрилась выжить каким-то образом непонятным А здесь-то, кстати, туретки нету Не надо, марик отдавать Касс сливает бандшу, хоть две ксмки подвалил, и то хорошо Ютермал врывается к второй базе Здесь есть еще ксмка Рейвен медленный бандши, да, получается, летает Нет, такой же скоростью абсолютно он летает Здорово, Зарабубус Ушла вамша, чудом ушла Чудом ушла Так, тут видит касс минку Ютермала Гранатку под нее кидает Минка закопалась Идет дальше Куда Ну-ка, ну косячник, а Взял, отдал На ровном месте, короче Ну, Рейвен уйдет, слава богу Вот она, минка, надо выбить ее Закадыш, отца, сейчас Фу, успели марики Я же спугался за кассом Больше, чем сам касс, по ходу дела Здесь два марика на одного ведут Он сражался, конечно Из кустов настрелял Одному, но не успел его сбрить Парабам одинаково По всем параметрам одинаково Но у касса уже стимпак Сейчас будет готов Ютермала только за кассом Может, как-то это касс может Учитывая реализовать Так, здесь минка Это минка по банше Даже охнуло, походу Ну да Значит, кассу надо побыстрее В четвертую цеху, видимо, выходить Я еще не знаю Как действовать-то Прическу все обсуждаете Прическа хорошая Всем рекомендую Только бабушки во дворе будут говорить Что в тюрьме, походу Из тюрьмы выпустили А так Или в армию забирают А так все окей Не дровосек, который хочет понравиться Другому дровосеку Баянистый этот прикол Уже на данный момент Заходит Малик Мина это идеальное оружие Она никак не сомневается Хотя в Старкрафте Никто не сомневается Никогда Помимо самого человека из юнитов Вот Помимо управляющего Пять бараков у ютермала Так Касс здесь находит Баншу нахалял Ты куда ты спешишь-то, касса матой Баншу Ловить надо Баншу не догнать никак Она пролетает Давайте сейчас она еще уйдет Через весь мейн, да? Забрей ее, касс Забрил Наконец-таки Хорошо не Хорошо не ксм фокусил Лимита у касса больше Кстати Всего у касса больше Дроп Четыре медивака Летит на мейн Прямо через марика ютермала Прямо через марика ютермала Здесь еще два танка Че ютермал уходить собрался? Не уходи ютермал Касс Куда ты летишь-то? Ё-моё, ты че творишь-то, касс? Куда ты полетел? Дропается в наглую Просто У касс вообще бандита, а? Не, ну такую наглость-то надо иметь вообще Это называется Как в игре, в которой все нормально Сделать, чтобы было Очень даже ненормально в итоге Касс берет и просто в кал отдается Сейчас вообще По грейдам, причем у него сейчас лучше будет По всем параметрам у него реально лучше Ютермал хочет перехватить кассу Вот этих юнитов, которые ходят по карте Непонятно зачем Кассу нужно грузиться Сейчас в эти медиваки И сваливать отсюда нафиг Грузись, касс, уходи Танками всеми Уходи, 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 касс Буст уходит Молодец, успел уйти Здесь надо сиджиться Касс вообще не реагирует никак Пока на выход ютермала В общем, у ютермала щитов даже нету Стимпатч, если касс не стимится Вообще ничего не делает Что касс делает? Тогда хочется мне спросить Просто на ровном месте На ровнейшем, черт побери месте Блин Ну нахрен сюда Вот почему Вот эта вот тема Противоположность С хэппи В свое время То есть По макро все хорошо Но в плане вот Ситуации Это провал полный Почему заранее Касс просканил Уже Главное, что он просканил Он только здесь находился И все равно сюда дропаться Начал Здесь же все стоит Зачем касс туда дропался? Да когда ты через марика летишь Уже надо было развернуться Так все аккуратные корейцы делают Я не знаю Да очевидно, что ютермал Не тормоз же Как бы понятно Семь там с лишним ММР Вот Просто вот этот дроп Вообще лол Ну что Не расходимся Пацаны Сейчас следующий Клан варгует Миллениум Против Инвэйджин Эспорт Звучит Звучит хорошо В Инвэйджине Хорошие вроде Тоже игроки есть Как и в Миллениуме Я не знаю Кто там будет играть Я не знаю Я не знаю, правда, когда Millennium против вот этой команды, видимо, через 35 минут. Так, по репкам. 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 Короче, ребят, ну я так понимаю, там за определенный... Да, я просто узнаю, какой, короче, там задел между кланварами. Есть определенный разрыв просто. Ждем продолжения. Короче, кланвар второй идет в данный момент, но мы будем его по реплеям смотреть. То есть, практически прямой эфир с небольшой задержкой получается. Да, как бы, то есть, это уже не прямой эфир, но как-то так. Так, так. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас я до туалета отойду, ребят, до руки помою, вернусь пока не начался кланвар, но ждем продолжения. Продолжение. Сегодня мы не без Старкрафта, сегодня много всяких вещей хороших происходит, группа создана отлично. Вот она, причесончик мой, короче, если вам интересно. Вообще ништяк. Думал я, как будет так, что, ну, типа, полностью, короче, если бомбануть. Все, ждем начала, через 3 минуты, говорит, Варди, начнем, сейчас я вернусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, я здесь, братва. Сейчас мышон протру маленько. Пошел инвайт. Продолжение следует... чай кончился. Ну всё, ждём начала, ребят, реплеи, не реплеи, но прикольно что будет тут. Продолжение следует... Блин, не успел я перезайти, ребят. Друзья, ну а с одним-то нормально всё вроде как. Не вроде как, а с второй. Сознание пришло, с реанимацией перевели, но врачи просят пока не навещать, ну поменьше надо разговаривать, как бы, вот. Ну уже разговаривает, уже что-то исследователям сказал. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Стефано мини-рейсер у нас тут оказывается. Продолжение следует... Продолжение следует... Значок бронзовой лиги у вас. А что, больше нету бронзовой лиги, что ли, я не понимаю. Вот, мне кажется, есть. Так, International Top Dogs. А что International Top Dogs? А, да, кстати, будет и скоро International Top Dogs. Мы клан Варда осмотрим и потом на International Top Dogs пойдем, как бы, да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну тут лингами прогоняет Стефанчик оппонент своего, подальше немножечко. Плётка на АМЭ не готова, её надо вести на лоу-граунд обязательно. Здесь линги против лингов, видит Стефана Бэйнов. Нагло как-то он прям Бэйнов решил выпилить сейчас. Ну лингов достаточно много у Стефана. На плётку устанавливать, дроны уезжают на мейн сразу же, незамедлительно, потому что Стефана, понимаю, здесь ловить нечего этими дронами, вообще нечего добывать. Так, минус Бэйлинкрас второго-то, покуснись, что же ты делаешь, Стефанчик, ёма! Всё, на плётку не хватает трансфюзончика. Минус три линга, ещё Стефана делает мини-рейзер. Так, ну королеву еле-еле новый пилит. Бэйлинга убивает, здесь умудряется линга ещё Бэйна отменить, надо Бэйлинга взрывать. Чего боится-то мини-рейзер? Стефана в наглую прям четырьмя лингами в Бэйлинга врезает. Всё, здесь королева новая выходит. Стефанов всё ещё больше. Бэйлингов отменяет оппоненту. Как-то мини-рейзер прогорел, ему надо было Бэйлингов пилить сейчас, и стараться выпилить как бы лингов оппоненту, а он что-то как бы наотдавался, и всё. Стефана даже муго нет, но он всё равно всё чётко делает. Лингов больше, королева овера не пробрела, только чудом сейчас, реально. Так, здесь Бэйлинг делается. Ну, кстати, плёток пока нет, без плёток может быть тяжеловато на самом деле, да? Так, плётку выпиливает, сейчас мини-рейзер сразу же. Стефана отменяет, сейчас заново закажет плёточку сзади. Заказывает сзади, к Бэйлинге приходит, Стефана покутит. Плётку достал, вот это неприятно, что плётку достал Бэйлинг. Стефана выпиливает лингами Бэйлингов. Королева пытается прикрыть, ничего не выходит. У него из этого сейчас проиграть можно, Стефана. Игру эту нелепо как, а? Боевой-то одинаковый, а здесь муха ещё есть. Неприятно это очень. Так, две аж целых плётки Стефана делать. Ну, вот если это достроится, ему проще, значительно будет, как бы. Да, вот она достроилась, королева есть. Он говорит, там вниз попёрся. Нахрен он попёрся вниз, не понимаю. А муха нет, пока и газ не хочет Стефана напилить. Так, поближе плёточку подводят. Ещё один овер закупил. Вперёд улетел у оппонента Стефана сейчас. Причём здесь не съехать с пуша-то. Хаты нету и не предвидится, что самое интересное. Так, здесь попытку овера выпилить. Он демеджен, и, кстати, Стефана собьёт его. Здесь хватит рейнжа. Это точно два овера. Сейчас мини-рейзер жруст на ровном месте потеряет. Ой, как в бейлинге взрывается больно, но минус два. Минус лингов достаточно много, простите. Минус два бейлинга, но лингов много. У Стефана погибло. Идёт вперёд. Да нахрен там две плётки копать. Второй, нахрен ты куда ты лезешь-то, Стефанчик. Неаккуратен Стефана. Ну, у него экономика лучше 37-20. Всё, он стабилизировал уже стопудово здесь. Значит, Стефана мы увидим ещё в следующей игре против команды АИЕ. Ален Инвейджен. АИ, точнее, погодите. АИ. А я ИЕ писал. Ну, АИ так АИ, ИЕ так ИЕ. Короче, ждём продолжения. Стефанчик. Стефанчик. Так, пошёл инвайт. Стефанчик. 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 принес харстом ваи оказывается у нас а сегодняшний шагов войска блин там хэппи зэк что прошел далеко зиги продлил молодец хэппи зэк ну там пока что мне не до гуф войска ребят сегодня наверно не буду за хотя посмотрим может оставлю я не знаю оставлять сегодня записи или нет на ночь просто еще не накопилось материала пока на то чтобы крутить по ну разного побольше можно старого перейти разберемся короче ну у стефана что можно сказать что у него за билд у него билд 17 хат и газ пул но третья до готовности пула хатка получается и кстати газ не самый ранний то есть не в ущерб королевам чуть позже просто мув будет заказан но вообще билд интересного стефана здесь у нас что упал сверх ранний старгейт так кажется вообще пробок не направляет но тут две на ближний встали сами по себе и тут сюда возвращается ну кого перенаправилась вон начал менять вот ближний минерал на добывать всегда так дронов много стефана строй 4 линга есть мув делается ну да мува готовность еще время должно пройти ну видно стефан достаточно чутко отыгрывает то есть видимо он под тренинса веска ведь скоро будет туда куда он квалифицировался турнир вот наверно хочет выступить так более-менее отыграть неплохо так я же сказал после кланвара пойду на топ докс успею ли там отыграть келажур с ютермалом я хз ну я на универчу надеюсь успеть да но твич выключу сразу предупреждаю тех кто на твиче после ну как только буду рестримить эту тему так прилетает оракул плюс два адепта больно делаю это дроном этот оракул с адептами шесть дронов уже минус а здесь вот так флипбекон второй старгет неужели это карриджер с двух бас прямо вот так вот наглую вообще без юнитов ну это дичь вообще дичь конечно так кстати лимита больше и экономику лучше сейчас самое интересное у харстома стефан и болин баснуть может конечно попытаться но я думаю что ничего не получится из этого так овер видит старгейт прекрасно нужно отогнать это овера чем-то чем его отогнать на пилон оверчаж надо значит выставлять все же заметит все общее кстати если сейчас с антре не будет бэринг бас зайдет на ура как мне кажется здесь просто два адепта вылезли надо в лощи сейчас рамку что один адепт в аркс пролетает оракул помогает просто помогает вот сейчас отбиться 3 не ксус очень хочет харстом напилить в итоге видят лингов которые здесь рядом бегают не надо тебе 3 не ксус то ущерб ущерб всему вообще фактически то оракула дэмэдж кончается стефанов все новых и новых лингов построит полетите каррид вперед я не знаю так стефан вперед идет здесь у верчажа пилится постоянно так улетает первая каррер просто а стефана с собаками бегает до сих пор собачатник так здесь у нас на рампе надо заблочить арахула подкопил энергии тоже сможет дэмэджем помочь здесь на бэйна прыгают стефана так бэйн взрывает стилон надо отменять все нахрен надо заново пробку уводить будет шпиль или гидра пока непонятно что там у стефана будет прям с двух бас в наглую выходит этот харстон в каррер удачно получается надо камни завалить че вот мешает завалить камни и стать вот здесь я не понимаю ну че за тупеш это блин или он тип выманивает сюда на каррера все я не знаю что он делает там этот харстон у него сейчас плюс один будет стефана делает до 1 на 1 сразу на землю сейчас так линги бегут все больше линги не бегут так паржа пошла еще плюс 2 каррера вылетят 3 старгейт пошел не знаю почему харстон не про не провалит камня камня оракул летает можно оракулом пожечь здесь немножко у стефана рейндж гидре уже пошел крип посмотрите уже на центре то есть как бы хочет выход сделать на гидре абсолютно очевидно это да как бы момент так и термал полетел каррерами пожечь двумя там четвертую базу пытаться отменить оракулом собирается подразведать так уже разобрел хочет забреть эту хату четвертую и забреет кстати говоря забреет ребята ну кинти ревелэйшн кидает ревелэйшн и сваливает сразу у нас здесь два каррера плюс адепти линги зашли получили в башку свою глупую дэмаджа сейчас так кастом телепортик домой делает здесь у нас вейлинги линги много но все три каррера плюс тройте четыре есть тут 12 гидралов четыре каррера изи для четырех карреров что называется три пилона как раз мы заказываем еще один спереди здесь вторая фотонка да завали ты камни или завали свои щиииии подонок отводить каррера надо отводить пробок надо сейчас гидрой попытался каррера запокусить у степана ничего из этого не получилось все карреры живы гидра вся погибла здесь которая в атаке была так еще одного гидра леска завалил одного не завалил интерцепторы вылетели назад вернулись ну сейчас будет семь уже карреров семь блин карста может не знает что это заваливаемые камни но это глупо предполагать что так конечно третий атака на воздух все семь карреров вперед летит сколько там гидралов 28 семь карреров это много ребят честно сказать ой ой телепорт домой сразу же как нет сейчас мазеркор этот не успел карреров телепортнуть это было бы жесть просто минут сразу ггб было бы харстому у стефана и так кстати не слабо сейчас 2 1 грейды на гидру будет сколько ее 33 штучки здесь 8 карреров ну не знаю если в среднем на каррер по одному гидра леску приходится это более по 3 гидра леска это более менее то есть 24 35 это уже много это уже по 4 с лишним причем 4 с лишним много но тут нет не чисто как бы воздух здесь или нет вообще ничего по земле вообще ничего по земле не наблюдаю да это такая как бы получается армада чистой воды воздушная практически спорки пошли у стефана так 40 почти на 9 карреров так 10 карреров 39 гидра леску но у харстона сейчас плюс 3 на воздух будет он делает шторм как только у него появятся штормовички со штормом вот мазершип мазершип усилит просто невероятно конечно этот микс но не делает харстон не спешит сколько штормовиков одного наблюдаю пока здесь надо бы газ на 4 поставить это вообще замечательно будет ну тут у верча же есть фатонки конечно стефана не видишь то 4 вообще у харстон есть ну крип прям рядом зато здесь плюс 3 бустит вообще бустит плюс 3 правильно делает скоро будет плюс 3 плюс 3 будет карри жестить может потому что 4 планировал харстон поставить поэтому камни не развалил не знаю почему нет такого смайлика фиера хорошую идею подал а его ни у кого нету кстати говоря из стримеров вообще его пили действительно скоро через всего-то там смайликов 400 откроется новый смайлик уже меньше через 350 примерно ребят так на лом с двух направлений со стороны степана сборки в наглую подпотонки выставляется и 4 карри так ядра вперед ведет что за происходит в общем ядра под карри подходит карри с плюс 3 они просто смотрите что с гидрой делают карри в таких количествах в особенностях все лимита больше у харстона сразу карри в 13 штук сейчас будет 14 400 штановика со штормом мазершип заказан сейчас да у него что демиджины правда будет ну ничего страшного сейчас в это время карри просто спорки выйдут все так в это время линги выбегают линги будут уничтожены все очень-очень быстро ну могу сказать одно нельзя давать такому процессу жить долго либо нужно сразу в микоз было выходить и мух стараться выбить тогда бы был шанс как бы без микоза вот такие на лома на фотонке они бессмысленны то есть нужно если так тянешь уже в лейд стараться выйти в лейд не вышел то все так спорка и минус 3 тут харстом выбил некоторое количество крипа я бы сказал здесь еще одна спорка которую кстати харстом видел но не убили самое главное так архон пошел 5 штурмовичков есть вот у нас сколько тут происходит так какие-то адепты отдаются что ли я не понимаю что там отдаются все харстом бегает два карера здесь оставил все брать уже вперед got the car не надо оставлять никаких карьеров там вот он берет харстом все вперед идет здорово rusbrain здорово кирилл давно тебя не видно было заходи все уже кончились конкурсы Опа! Мазершиф своровал Стефана, но поздно уже не зарешает. Это, к сожалению, МГГ. Давайте потери. Посмотрим, какие в конце были. Да, 6800 на 27, трехкратное преимущество. Наверное, мне кажется, все-таки, да, где-то десяточки поднимут стоимость интерцептора в ближайшем патче. Или до 12. Так. Да, и уже, да. Ребят, не забывайте про поддержку моего канала, естественно. Вот, хоть уже и нету никаких марафонов в данный момент, но поддерживать нужно, естественно. Потому что пока что вяленько, во-первых. Во-вторых, это, естественно, мотивирует на новые стримы. Плюс хочу за декабрь и инвальд с процессором вопрос закрыть уже, признаться честно. Потому что нужно просто, как бы, грейдануть. Продолжение следует... Ну что, то ли реплей нет, то ли я не знаю, что там происходит. Я говорю, такое... А, уже есть же этот смайлик, Фьера. Ты че? Можно какой-нибудь такой придумать, типа, с мариком узелком. Типа... Ну как тогда понять, что это именно... Как-то понять, что это значит. Вот. ХЗ. Чем контрить? Либо тайминговым пушем ранней гидры, пока 2-4 карьера есть с каким-то... С бейлингом вообще-то. Либо получается уже играть, стараться. То есть, масс грейды, масс гидра, возможность сприть свичи в караптеры, масс базы и... Ну, микоз, микоз, чтобы муху убивать. Микоз, спорки, чтобы воевать с мухами, как бы, возможно. Швайперы, чтобы карьеров вытягивать, пробовать. То есть, другого варианта реально нет. Ну, без рук там вообще тяжело все это будет убить. То есть, просто проще контролить этот микс. Ему нужно просто, как бы, аккуратнее быть, не вылетать, там лишний раз не высовываться, мазакор шип контролить. Но вообще, этой экономикой все должно контриться. Нужно вовремя разведывать, понимать, как бы, и либо халявить, давить на средней стадии, либо давить, пытаться враны, пока так вот выходит. Тут возможностей у Стефана было много. То есть, он видел Старпорт, он не понял, что карьеров Литбикона не видел. Если бы он сразу понял, что в том Старпорте заказан карьер, он что бы сделал? Просто СД бы зажал, адептов нету, нихрена нет. Он просто третий нексус бы старался максимально отложить процу. Зажал бы СД, заказал бы гидроден, может быть, и два, например. Вот если вы пушить хотите, сейчас очень актуально два гидродена пуш. Почему? Потому что сейчас два грейда на гидру. Раньше мы сразу заказываем и даймим, 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 например. Вот. Но есть и другие, короче, гравиды такого дела. Гравиды такого дела. Кого-то там найти не может, не понял. Все, найдешь. Блин. Мне бывает Старкрафт и Бак, ребята. Кто подскажет, как лечится, он не свернуться на рабочий стол, как бы не показывает. А там текстовый документ, где према лежат. Я хотел устроить быструю руку на премиумы, как бы еще. Но ни хрена не устроить, потому что не свернуться и премов мне не взять. Ну, когда начнется, вы не покидаете стрим, начнется топ-докс, потом по-рестримлю я топ-докс. Там не из игры, к сожалению, но можно будет смотреть. Кстати, первый кланвар в этом варде турнире, который закончился не со счетом 4-0. Три кланвара 4-0 было. Вчера 2-0 и сегодня этот Ютермал убил Каскад, команду нашу в СНГ игроки были. Тут ничего не поделаешь. Ну, а тут, смотрю, 1-1. Стефана Мини Рейзер обрабрел и... Так, не понял. Чего-то я не понял. Получается, Стефана за Милиниеву, что ли, играл сейчас или что? Вообще, как бы, еще Димага говорил, что как они с Пашей там, типа, ну, разработали контру. Но это опережение по макро надо реально, чтобы вот так вот контрить, как он играл. То есть, строишь масс карраптеров, там масс каррера, допустим, да? И несколько вайперов. Карраптерами, вот степ карреров есть, ты влетаешь карраптерами прямо внутрь этих карреров. То есть, на муве сначала летишь, получая демэдж, на пофиг. Кидаешь зеленку на карреров, там, сколько успеешь, и дерешься внутри карреров. Получается, что мухи все летают над самими же каррерами, они гибнут от зеленки вайперов. И, ну, и если шторм кидает просто, то и в карреров, и в карраптеров одновременно, как бы. Но если будут грелки в миксе, если будут грелки, ох, там карраптеров не сладко будет, я думаю, ничего не получится. Вот же скидывал, блин, Локич только что смайлик этот. Я не знаю, чей он просто. Надо подписываться на тот канал. Надо подписываться на тот канал. Не, Виндэй не прокатывает. Сворачивает на, ну, монитор один, на второй, на этом, где Старкрафт, нихрена. Не знаю, ладно, короче, потом, после плануара, разберемся. Стефано в миллениуме. У него MLTD какая-то там команда непонятная, просто как бы название. Я просто думал, что он не в миллениуме. Ну, или как, кстати, вот, тут MLG прав, как Рева любил некоторые игроки. Я помню такой билд, когда ты просто делаешь лейер, там, 3 хатки, гидру, и просто после лейера сразу же инфестейшн, супер ранний кайф и супер ранний 2-3 вайпера. Сможет прийти гидро и кайф вытащить на них, например. Не знаю, почему действительно вот такой не пробует никто делать тем. Может, конечно, это там какие-то подводные камни есть и сложности в этом плане, но я вот пока даже попыток не видел. Уже и у термалки лажура 3-1 пробрел, уже нержбьян идет. Ну, мы досматриваем кланвар, что тут говорить-то. Нержбьян это интересно, но нужно смотреть. Так, прилетел Дайши в нагрузку, просто разваливать пытается. Что, будет у верчажки, не? Решил не выставлять, у верчаж у нас хатки. Прилетает Дайши на мейн. Прилетает Дайши на мейн. Прилетает Дайши на мейн. Контракт должен Стефана этому бару, помимо игры в StarCraft. Раз в неделю он должен прийти и конкретно забухать там, короче, по ходу дела. Бар-спонсор тут. Блин, ну, у меня тут в Кове бы вообще многие в такую движуху вписались. Главное, чтобы не тащить в игры нужно было, а в баре, короче, просто. Бухатя тебе еще деньги платит. Но Стефана известный персонаж, как бы, и ему можно. Короче, продолжаем, продолжаем смотреть. Третья не к Хварстому. Дайши больше лимита пока. Дайши тоже какое-то время он не тренился. Теперь, видимо, опять тренится. И смотрю, вот сейчас у него очень хороший микс такой. Очень хороший лимит боевой, я бы сказал. То есть он может сейчас очень-очень больно сделать, на самом деле, прийти к оппоненту своему. Так, види дальше и все, что здесь происходит. Здесь интересный, очень разношерстный дроп. Оп, там и минки, и что только нету в этом дропчике. Пошла атака. Дефенс дрон сейчас будет очень сильно решать. Дефенс дрон сбивает там выстрелы сталкеров. Нужно наступить. Ни пил он дальше ни бил, ни хрена не убил. Здесь минки надо вкопать сейчас-то. Неплохо бы было бы. Ну так, два раба минки убили. Здесь попытка налома. Убивает дестабилизаторов тут Дайши. Смотрите-ка. Колосса просто автотури... Блин, какие сейчас автотурили? Жесткие автотурили. 25 дамага, это вам не шутка. Просто колосса берет и забирает. Ну здесь немножечко кривость контроля была со стороны Дайши. Он что-то юнитами на муе бегал и как-то так. Дайши. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но в итоге... Летит дроп, MotherCore есть Да, там очень много оверчажа Энергии очень много у MotherCore Пошли эти оверчажи Понимает сейчас дальше Ничего здесь не сделать Нет, он понимает, что он вне ранжа оверчажа Может сейчас подропаться И здесь Здесь опсерверы есть Хороший Смотрите, как пил... Три гита на одном пилоне, три на другом Фаржа на одном, Фаржа на другом Здесь фокус сталкеров Идет от Харстом Ой, да-да-да, от Дайши, прости 87, 162 Вроде как бы и жив Харстом Но по лимиту печаль полная И сейчас рабочих лимит уменьшится На штук 6 Наверно просто Так, Фирер, тормози уже Альхо самцов Без тебя тут хватает Ну, в чате, по-любому Так, раскладываются либераторы Очень много минок здесь в Дайши ГГ пищит Харстом Загромил, загромил Дайши, конечно Конечно Что за гитрым Ух ты И мы с тобой Читаем Ух ты Подпишись Ух ты Ух ты ну что жду инвайт четвертая игра но не последняя то что 21 только в пользу миллениум не знаю кто там у alien invasion еще есть но и 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 имеет 210 метров в длину и 45 метров. Так, пошел онлайн. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ждем, короче, бак в лобе какой-то там... А, там 0-0, Нерч против Бьяна 0-0... Но тут уже у Бьяна все хорошо полимет, а у Нерча все плохенько как-то... Заебас, Бьяна больше в наглую под Нерчом там делает сейчас... У Ламбо есть, смотри, в Е команде. Ламбо неплохой такой зерк, но я думаю, что все-таки... Даже дальше сейчас посильнее. Ламбо будет... Ни что-то ни хрена, они пока не свернутся... Ну что, дальше Ламбо, давайте посмотреть уже... Ну тут начало, конечно, пока ничего не происходит, но уже можно что-то понять... Дальше делает ГАЗ 1 и... Не знаю, Рипер ЦЦщика ранее Факта, возможно, это будет... Возможно, просто сразу Факта и выход во что-то такое... 1-0 Бьян... Да, я уже понял, что 1-0 Бьян скорее все там будет... Кстати, сразу, наверное, Факта даже будет, да? Учитываю, что орбиталка должна быть... Нет, через Рипера предпочитает дальше и сыграть, как и предполагалось Рипер ЦЦщика Факта. Вот так вот... Какой-то хрень несёт, блин, среди печати. Так, что это мигает? Не знаю, но я даже клавиатуру не трогаю, я только мышкой сейчас управляю, ребят, поэтому даже не знаю, кто мигает. Весь цеха строится, короче, факта, Starport, барак, всё стандартно, абсолютно выход в Steam идёт сейчас, при этом всё мудайши, Steam будет ранний, но я сейчас не понимаю, что он Steam, а, вот, ну всё верно, плюс два барака, реактор ещё один факта добавит будет, а, лаба даже пошла, нифига себе. Здесь я уже удивлён, если честно. Здесь я уже даже удивлён. То есть это получается, что у нас вообще? Какой-то необычный билк у дайши выходит. Так, здесь гелики рядом с третьей базой, передроп резкий, прям на мейн идёт, что сделают гелики на мейне и АХЗ, лампы пока никак не реагируют вообще на этот дроп, заходят дальше, резко начинается контроль геликов, залп нужно хоть куда-то сделать. Ну, контроль контролем, но как-то не так себя расконтраливает. Я вам честно скажу, ничего не, рабочих вообще не убил, ребят, вообще. Это плохо. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, обкрашу Уже четверть... Нет, третьего овера уже подрезает Ру Викинг Ну по лимиту сравнялись практически, то есть как бы Нельзя давать тирану столько оверов нарезать Почему там рядом с мейном еще оверы висят беззащитные Здесь вот два улетают куда-то, не понять куда Сейчас моряки еще двух здесь заберут Сейчас до соплай блока допрыгается Просто ламбы у нас Чтоб оверы поддал на муви Просто жесть какая-то Еще оверы вынужден строить Топлай блоков нет пока что Никаких тимпаков дальше Медивак выбивается Лингов много, линги сгрызают Все еще и викинга потерял Что самое интересное Ну вот это кривую вылету абсолютно Кримпом ногу у лампы 2-2 пошли грэды Здесь у нас вторая инженерка готова Тоже делается грэд Где армори вообще строится? На третьей базе, нафиг на третьей-то ее строить Так, там камни шатают ламбы Ребят, помните про поддержку Меня и моего канала, естественно Подписывайтесь на премиум От блоки отключайте, как обычно, просьба Ну и поддерживайте По реквизитному описанию Либо через плеер Нужно с процом Вопрос закрывать За ближайшие два месяца С новым Чтобы качество повысить Стримов, естественно Надеюсь, с этим моментом Разберемся Да и не только Так, очередной выход От дайши пошел Скоро будет дайши драться 2-2 В 2-2 зерговский Со своими 1-1 Это будет очень хорошо для него Ламба, кстати, сделала Кувером Это решение Правильно Сколько же Крипа много У ламба Так что дайши даже Не успевает Не успел Все за вас Конкриптову Можешь забрать Молодец Откусил Такой кусочек Небольшой От пирога Этого крипа Просто Ламба Так, стимпай Отыгрывать Должен Я сказать Кто там Мигает В игре Какой-то Обсервер Наверное Мигал Сохранилось На картинке Просто Судя по всему Мигал Так Еще СССР Пошла Так 193 Дайши 187 Ламба Боевого лимита Дайши Даже чуточку Побольше Идет вперед Миллион Криптуморов Просто Смотрите Сколько Криптуморов Даже Просто Био Встало И Пытается Уничтожить Эти Криптуморы Марики Мародеры Дайши И не так-то Быстро Они Это все Смогли Уничтожить Развалить 155 157 Размен Прошел Сейчас Сразу Ламба Тут Криптуморами Гадит Вообще На центре Новенькими Нужно Наступать Дайши Пытается Забрать Био Улетает Буст Врубает Врубает Буст Еле Свалил Вообще По лимиту Конечно Пока Не просел И четвертую Сечку Занял Там Ультралы Сейчас Пойдут Дайши Даже Крип Особо Не отодвинул Своим Выходом Он Просто С Зергом Разменялся Вровень А Вот На такой Стадии Нормально Ли Это Группу Верхнюю Взял Зачем Повлетел В итоге Не понять Зачем Дальше Ну кстати Зачем Пали Зерг На Сюда Вне Крип Драться А то Жахз Но В итоге Зерг Нормально Разменялся В плюс Даже Здесь На это Для Дальше Совсем Не нужно Стримера Здесь Только Два Стримеры Никакие Здесь Не мигают Скорее Всего Скорее Всего Блин Скорее Всего Кто Любит Чатик Писнуть Не знам А че Просто Реплеи Видимо Были Апсерверы В этих Играх От Тиммейта В общем То Этих Игроков Так Ламба Тут Нормально Смотрю Все Делают Ребят Минус Дальше Ребят Как-то Ламбу Уверенно Прям Отыграл И Три Три Грэйди Есть Вообще Все Хорошо Делюкс Ультралиски На Семи Арморах Просто Сейчас Будут Врываться И Наказывать Вторая Арморна Воздух Пошел Микос Попер Линги Врываются Ультра Крошить Начинаем Виву Просто Жесть Ультралиски 113 156 Идет Давление Со стороны Зерга Вы видите Приростом Подходит Крип Уже Прямо Здесь Около Дальше Офигеть Смотрите Сколько У Ламба Крипа Просто 79 Дронов 3к На Полтора К Практически Добыча Без Престанно Юниты Строются Пробивают Здесь Камни Будет Базу Новую Занимать Второй Армор На Воздух Доделываются И Нидос Ваш Нидос Зачем На Мейн Пойдет Нидос Че В лоб Неужели Не добить Лоб Зачем Так Извращаться Скопление Минералов Что-то Все бегает 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 Грейтер Спайр Попер Нидос Сейчас На Мейн Видимо Будет Делаться В лоб Не хочет Атаковать Ламбот Зачем Тирану Давать 200 Опять Отстроиться Понятия Не имею Цеха В центр Летит Все Нидос На Мейн Попер Тиран Сканет Здесь Инфестры Ползают Под землей То есть Их Просто Не Обнаружить Они Все Время За Нидос На Мейн Надо Лингов Вылазили Ультралов Я не знаю Бегает Бегает Ламба Там Либератор Висит Либератора Не убивает Скелет Скелетики Ультралов Остаются Сейчас Все Так Четко У него Было До Этого Момента Как Он Начал Что-то Бегать Там Линлямита Была Вообще Жесткий Плюс Не Прочувствовал Что-то Давить Может Просто Оппонента Своего Дальше И в итоге Затянул Игру Как-то Жестко По-моему С Перебором 7 Караптор Строющий Там Рейнжовы Уже Грейды Делаются На Атаку Где Караптор Вообще Покажите Мне Пожалуйста Есть Вот Их 10 Штук 4 Бруда Делаются Прям Недалеко От Тиран Микос Пошел Хороший Тут Микос Микос Но Карапторов Четки Достаточно Чтоб Викингов Убить Смотрим Еще Один Еще Одного Викинга Притянул Здесь Нидус Минус Но Даже Не стал Ничего Пытаться Высаживать Этого Нидуса Ламба Очевидно Было Что Убьет Моментально Еще Раз Нидус Все Есть Бруды Бруды От Брудов Теперь Уже Нечем Особо Отдеть У нас Дайши На Мейне Нинус Четыре Ультра Алис Казах Вот Здесь На Мейн Бруды В итоге Выдавливают Просто И Быстро Больно Ультралы Как делают На Четвертую Тут Ультралы Пошли В Центре Караптер Бруды Шатают Плюс Инфесторы Здесь Эти Инфесторы В Закопчике Хорошо Сейчас Ультралами Могут Подрешать Вообще Хорошие Микозы Поперли Мимо Правда Часть Микозов Вообще Инфесторы Падают Но Ультра Забой 90-190 По лимиту Ультра Крошет Гасты Выжили Смотрите Ну Тут Как бы Дальше Не Рыб Это 2-2 Какой-то Напряжный Клан Вар Получается Первый Напряжный Который Я видел Вообще За последние Три До этого Буду Иногда Проверять Как там У Нерча Дела В Полуфинале С Бьяном Кстати Нерч достойно Держится По лимиту Даже В плюсе С Бьяном Сейчас В Третьей Игре Вот Че не Алкил Уже Пошли Туда Как минимум У нас Две Игры Еще Ждет Мы знаем Все Об Орехах Пой Орехах 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 Так Пока Не создают В арзе Ничего Может Репки Нет Я ХЗ А вот Хост Два раза Ходить Ох Шоу Тайм Против Ламбо Нифигасе Забыл я Что такое Есть Зверь В Миллениум Как Шоу Тайм Забыл Забыл Ребята Ламбо 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 Ну что Законом Не запрещено Лысый Где хочу Я Нахожусь Так Тайм 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 Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 плюсы так либератор полетает королева собирается подбить дробь на main так ручьи нерча успевают прийти на мы не отбиваться ну парабам уже ниш минусе 7 нам 2 в в в в Так, чуть пока ладно. Дениса сдаёт. Так, ну у меня сейчас всё неплохо в этой игре, я смотрю. Много достаточно роучеров с Бьяном. Уже 2-1 Билишные делаются. Я прошу прощения, у Бьяна одна атака только. Не улетел Бьян Дроп, он кричит, вступает. А, он 3-ю, смотрите, о-о-о, Бьян 3-ю в центре занял, а не в чьи-то и не видит-то совсем, вот чё, минус весь. Это ошибка. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну чё-то хост не создается, не понимаю. Субтитры создавал DimaTorzok. ох как фаер болит там нерви она хорошенько что сразу с хг не увел там правду группу такая стояла хорошая захожу в игру спасибо бьяну за это так там контррыв от нервча идет час бьяна что-то бьяна вроде достаточно много юнитов времена третью при пол в центре видит не что у меня тут достаточно много юнитов так спешил я не знаю кто такой спешил но мне кажется что этот спешил для шоу-тайма нихрена не будет крепким орешком прикол в чем-то это игры дионерча а свеча в ультру нет то есть только там лингов ручер элоджер а какой прикол ручер элоджерах если на них даже атаки нет например сейчас так шоу-тайм против спешил поехали цену никакую менять я не буду уже сказал почему потому что иначе вот не выложить будет не данный на youtube там минус нервч короче 21 вен я нам такие лунтик схемы не прокатывать с ним надо четко сделал получил преимущество все иначе беда здесь приходит бен видеть что у тирана барак ой шоу-тайм приходит видеть что барак газ ранее очень понимает что факта будет ранее уходит домой спалился цешку можно подпилить было сейчас на самом деле решил потусоваться но габьян понял что не марик и сваливают русский а это мейджер мейджер крут что тут говорить спасибо за информацию шоу-тайма ходит домой но мейджер может шоу-тайма победить это факт так здесь никуда делаются ой реперончик пролетает сейчас прям мимо пилона уходи под пайлончик не надо ставить оверчаж конечно мейджер рипером убил рабочего и оставил рипера здесь чину шоу-тайм понятно что он делал он хотел петь мазерконом долететь и выставить оверчаж после сейчас не получилось этого сделать но одну пробку ничего страшного что потерял как бы но на самом деле не надо и одну даже терять естественно на рипере так здесь роб твайлайт стандартного роба раньше твайлайта при этом все улучшение так 2d тоже двумя можно было по зацепиться пока вот он регинился со чтоб с удара убить попытаться как бы рипера но не делал этого шоу-тайм не стал делать с иллюзиями сейчас тяжело конечно зайти да пусти ты иллюзию ну что вы пока вот адепты видят успел они быстро летят успел пустить кликнул райт-кликом рипера и все они за ним полетят если вижу нибудь здесь полетит так здесь летит медивак меняет направление движения срочно сейчас медивак минус рипер в итоге и адепты уходит прям на мейн здесь еще два сталкера доваркиваются три сталкера доваркиваются с необычного направления мейджер прилетает шоу-тайм под второй ник минка в газ стрельнула везение называется очень же большое то есть ну хорош шоу-тайм нормально здесь вообще отбивается пошел робо бэйк так же как с бьяном шоу-тайм играл играет сейчас с мейджером то есть выход в каосу будет прикольная гифка короче у мейджера жонни сакскин он такой он как лунтик рукой машет реально ну лунтик лунтик но сейчас хороший уровень у этого лунтика мейджер забрал и улетел молодец молодец хорошо встречает шоу-тайм можно можно было чуточек подождать бы конечно не спешить блинком но решил что мейджер не за контроль это возможно мейджер законтролю я здесь среди теней ну что 109 88 все очень хорошо по лимиту мейджера но правда с выходом он немножечко спешит как мне кажется сейчас то есть упаковка сантит поехали сейчас получается что ни щитов не стима ничего нет у него только плюс один доделать но как только эти грейды будут готовы это будет просто великолепно разминулся сейчас шоу-тайм с мейджером мейджер на халя в абсолютную приходит сейчас и начинает шатать сейчас стим через три секунды будет готов куда-то шоу-тайм уж там поперся куда он поперся-то не понимал отдает нексус вот дает получает нексус много лимита сейчас очень дает ребята об сервера нужно вперед подвести все есть и скан пошел залп попсу хорошо что не по наземным и там эта минка жахнула чем шоу-тайм очень опасный размен пошел я вам честно скажу он не может ни пробить ничего сделать ну просто взял мейджер и убрал нексус все шоу-тайм пытается уйти уйдет вроде как уходит ну а дальше то что мы телепортнуться не может здесь в ловушку в капкан берет мейджер шоу-тайм а сейчас так гвардиан урыв пойдет раскладываются либераторы надо сваливать понимает шоу-тайм уходит на хг филд есть есть филд но только один колодц изобрел мейджер какой напряженный кланвар получился сравнение с предыдущими тремя где 4-0 было здесь 3-3 намечается ребят не последний игра будет да ну куда тут что шоу-тайм уже может сделать реально грэйды 0-0 ну чё он нексус не стал обвивать я не знаю он подумал что стим есть здесь он же вот здесь вот прикиньте вам приходит на третий нексус вы находитесь здесь и в размены идете ну это бред надо вернуться было если где-то здесь шоу-тайм ходил чтобы моментально сюда прийти тогда да никак не в такой стойке танк отпугать мейджер хорошо расконтролил фугас и мейджер забыл сделать это зря ну тут и на 135 ну тут тема я зажал шоу-тайма так сказать паса что у него захват не туда захват не тут чате говорите сейчас я ему skype напишу и конечно слава дала ама а 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 что а а а а а а что а а ф ап а а ф а такой. Прилетает Либератор даже его здесь наказывать. Ну вот. Так, давар шестолкеров идет на мэнни. Смотрите-ка, смотрите-ка. Сейчас со сталкерами можно и разменяться очень плохо. Так, Либератора пытается выбить Шоу Тайм. Выбивает Либератор в последнюю секунду, но Викинг минусует призму. Это не очень приятный момент, конечно, для Шоу Таймчика. Ну а что делать? Разменялся как-никак здесь. Шоу Тайм. Как сейчас? Ой. Сейчас, кстати говоря, Викинг для сталкеров. Это одна из немародеров надо. Викинга надо покусить. У него мало ХП и он очень много дэмэджа наносит механическим юнитом. Здесь 4 Либератора, 2 танка. Здесь вообще полный блок для Шоу Тайма. Нужно выйти. Вот здесь нету. Посмотрите, можно сместиться вот сюда, выйти спокойно и не драться просто. Попытаться развести на перераскладку вот сюда сместившись. Не знаю, почему Шоу Тайм не хочет этого сделать. Да вар, почему пошел? Это последний шанс для него, это как-то хорошо здесь подраться. А подраться с тираном, у которого тут мины, танки и Либераторы, уже разложенные хорошо, это... Это выдумка, сынок. Это фантастика, блин. Как рекламе там, или как? Рекламе, не помню. Локшев там хорошо, но я не знаю. Тут надо быть вообще... Как это надо так подраться, чтобы влог еще и победить? Нет, здесь не победить. 80 на 150 гг, и опишем, выходим. Конечно, какие влоги. Пытался Шоу Тайм, ничего не получилось. Это, ребятки, 3-3. И нас вручающая игра ждет. Вручающая игра. Что там, на нерчата, как дела? Похоже, бы я на нерча, мы не увидим. Пока леомита больше, кстати. И в ультру уже почти вышел. Может, 2-2 будет. Молодец, Мейджа. Порая-рычная игра. Давай. Продолжение следует... 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 Так, ну что Через рипера начинает Марин Лорд, рипер ЦСшка факта билд А здесь рипер Без ЦСшки факта раньше У мейджора То есть это риперы гелики здесь будут КСМ готов Наши КСМ атакованы Пристройка готова Так, Евросервер Ну, на Евросервере, конечно, бьяну тяжело с нерчом биться Это факт Ну, хоть на Евросервере шатают Это хорошо Ну, что тут Просто мейджор разложил Сейчас рипера и три КСМочки уже Опа Опа И третий ЦС Это не риперы циклона, ребят Это не риперы гелионы Это рипера циклон был сейчас Вот это необычно вообще А чем убить-то? Нечем Как-то геликам вообще Это невозможно убить, ребят Ну, циклон вообще Имел в виду ваши все эти дела Ну, а что А, погодите А здание циклона Не вот этой хренью Сейчас нет Не может, да? Циклон пошел Ну, если бы он зафокусил Летающую Видимо, не может Если бы Мог бы, то уже Начал бы фокусить Там 200 хп оставалось Можно было бы убить Сколько это демоши наносит? 160 Ну, она горела Еще плюсом А что делает Сейчас я не помарил Цеху хочет отдать Блин, ну как-то нагло Бьян Еще аж сразу В две цехи Выходит Фу, Бьян Мейлер, конечно Ну, е-мое Как циклон своими Колиями здесь Раздает Если сейчас Минка сразу Не жахнула бы Ну, он Если бы выкопал бы Если бы выкопал бы Эту минку Сейчас Мейнджер Она бы была За залп Убита бы геликами Вот в чем прикол Здесь гелики Заезжают на вторую Или в третью Они едут Марин Лорд Уже подозревает Как Бьян Ой, как шоу Бьян шоу Там, что не суть Как мейдзер действует То есть он уже Сразу сюда Поехал А в это время Два рипера Контур-урыв сделали Что-нибудь подрезали Еще Да, возможно Подрезали Надо геликов Зашатать Гелики едут Сзади Гранатчики Две падают Пытаются Уйти рипера Марин Лорд Пытается перехватить Уйдет отсюда Мейджер Один рипер Точно нет Второй Садятся Викинги В тылу Там Танк Си-жа-1 Как сейчас Просто Ушатывает Мясо Как Сейчас Просто Какой Кал Он ушатал Ушатал Так Из задержки Сейчас Вернуть Ушатал